Мы можем не спросить про выборы президента, вернее даже не про саму кампанию, а про то, что за ней последовало, ночные события, беспорядки, столкновения. Скажите, что это было? Происходит то, о чем я вас предупреждал. Собирая по крупицам информацию накануне, мы видели, что может быть. Конечно, это не то, что хотелось. Хотелось, как я говорил, разжечь пожар в центре Минска, хватать головешки и разбрасывать по всему Минску. Конечно, это у них не получилось. Где-то, может, и мы допустили какие-то ошибки, где-то были промахи. Я тоже честно прознавался, что мы еще не все знаем, чего они хотят. Сегодня буквально по одному нюансу, вот мне утром доложили, по одному разговору, мы видим кукловодов. Вот одна из линий этих кукловодов – Чехия. Сегодня уже с Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите, у меня сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Они ничего не понимают. Я поручил выдать эту информацию, с Росслава массовой информации, чтобы вы увидели, чего они хотят. Они продолжают наседать, они продолжают от них требовать, выводите людей на улицу, цитата, и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти. То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства, добровольно, при 80% голосов, должен передать им власть. Это оттуда идут команды. Надо отдать должное местным. Они возмущены до предела и говорят, что это невозможно, в Беларуси не та ситуация, чтобы вести переговоры. В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели, кто должен осесть, и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину, оттуда ехали, но это, уверен, негосударственная политика. Но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России. Понимаете, они не лезут на штыки. Они на штыки пацанов бросили. Вы же видели, кто сегодня по ночам там бродил и пытался провоцировать милицию. И не просто провоцировать. Вы заметили, что они уже штурмом пытались взять то ли РОВД, то ли УВД. Они уже в Новогрудке и Кареличах, по-моему, это подтверждается информация, они штурмом хотели взять органы власти. Они сегодня 200-300 человек бросили на самый юг. Они окружили райисполком, пришлось пограничникам вмешаться, там пограничный отрат базируется. То есть вот в отдельных точках, где они собрали людей, они пытались захватить органы власти. Поэтому то, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются вот эту заварушку подкинуть. Я предупреждал, Майдана не будет, как бы кому-то это не хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться. А родителям, третий раз говорю, посмотреть, где их чада. Чтобы не было потом больно. Чтобы мы не ахали, не охали. Ранено где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, переломы ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили, чего теперь рыдать и плакать. Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим. А то, что там творилось этими группами и группировками, вы видели. Сначала стояли в очереди, демонстрировали великие очереди. Думали, что в 20 часов мы закроем участки, в 20 часов. И они обжалуют итоги выборов, что они пришли, им не дали проголосовать. Я попросил, чтобы все мобилизовались и Центр избирком продлил голосование. В 20 часов, 20 минут очереди нет. Ни одного человека практически, только один участок остался, где после 20 еще 30 минут голосовали. Это о чем говорит? Что специально пришли люди, которые не имеют отношения к этому участку. И блокировали фактически работу этого участка. Но самое странное, что меня насторожило ночью, с вечера вчера, мы получили оперативную информацию от этого, так называемого, объединенного штаба. Кто-то же додумался их всех вместе собрать в одно здание. И журналистов еще этих оппозиционных, всего где-то 55 человек. И из них есть еще человек, наверное, который с головой дружит, позвонил нам и попросил государство взять под охрану этот офис. Испугались. Нужна была сакральная жертва. Понимаете? И окружили этот офис. И кто его знает, кто окружил. И нам пришлось 120 человек выделить для того, чтобы контролировать ситуацию вокруг этого офиса. Не дай бог бы отвернули голову одной из них или кому-то, мы бы отмывались годами. Поэтому мы вынуждены были взять их под охрану. Они это не ценят. Скоро оценят. Но мы разберемся с каждым, кто сегодня провоцирует и толкает этих пацанят на беспорядки. Разберемся с каждым. Я думаю, что и у них мозги повернутся в нужном направлении и поймут, что они просто жгут под своими ногами землю. Допустить этого мы не можем.